Авторство сериала принадлежит каналу «Отличное времяпрепровождение» или просто ВВП. И если вы пройдёте по ссылке в описании, то там вы обнаружите и другие замечательные истории. Не забудьте заглянуть после просмотра озвучки. Дорогой, нам нужно спасти её. Отправь её по реке. Я вернусь, как только сделаю это. Эти ниндзя-воды, будь они прокляты. Бабочка, я люблю тебя и её. Я приду, обязательно. Не плачь. Возле реки. Моё дитя, нам нужно расстаться. Ветер, принеси её в деревню огня. Остался только он. А вот и его жена. Точнее, вдова. Нет, он не мог. Он уже мёртв. Прими это. Мэри. Деревня Ветроса жена. Дети взяты в плен. Если бы ты выбрала меня, то была бы жива. А их ребёнок? Она отправила его по воде. Он уже мёртв. Утром в деревне огня. Что там? Это плач маленького ребёнка. В деревне огня. Наши дитя делают успехи. Здравствуйте, глава и матушка. Я слышал детский плач у реки. Эта девочка переплыла реку и осталась жива. Это ткань из деревни Ветра. Давай она останется у нас. У тебя появилась сестрёнка. А история Ники только начинается. Через несколько лет. Ники 6. Как ты меня бесишь, хоть и сын главы. Что, смелые? Что ты сейчас сказала, мелкая? Да ты всего лишь девчонка. Не трогай моего братика. Как ты научилась технике перемещения? Покушай земли. Если обидишь мою сестру, узнаешь, каков на вкус этот сюрикен. Я не собираюсь её обижать. Давай поговорим без твоей сестры. Ники. Братик, пока. Мне пора. Удачного дня. Так что вы там говорили? Я просто хочу дружить с твоей сестрой. Просто спроси её. Ники. Ну, что на этот раз? Ветер позвал меня. Ветер никого не зовёт. Что ещё он тебе сказал? Он сказал, мамины правила можно нарушить. Ой, снова ветер зовёт. Через три месяца. Мы рады видеть вас. Очень рады. Я слышал, у вас дочь есть. Как насчёт союза? Бать, я чуть не понял. Да как ты посмел? Мам, она меня обижает. Мама! Ты первый ударил! Молчи! Эй! Я сделала всё, как папа учил. Рады видеть гостей. Прошу прощения, что вы это увидели. Клан Ветра! Клан Ветра! Как будто твоя сила превосходит наши. Я ведь сильнее вас. Сразимся. А ты умеешь? Вот и отличие между нашими деревнями. У нас есть девушки-ниндзя, а у вас нет. Мужчина должен защищать женщину. Женщина должна кормить детей. Прошло несколько лет. Ребята, удачи вам! Вы точно станете ниндзя! Я пойду. Буду тренироваться. И вы подготовитесь. Через час. Ты всё лучше и лучше сражаешься. Можно тебя спросить? Поцелуй меня, как только я вернусь. Но ты ещё вернись. Обязательно вернусь. Через три дня. Ночью. Скоро мальчики вернутся. Ты должна быть красивой. Что ты такая счастливая? У твоей дочери поцелуй украдут. У мальчиков. Ник, ты как? Ещё хотите? Мы уже на финише. Что тебе нужно? Я слышал ваш разговор с Никой. Ты хочешь поцелуй от неё? А подслушивать не очень хорошо. Так, хватит обсуждать Ники. Я её брат вообще-то. Точно. Тогда я отпущу вас. И это только из-за того, что она вас ждёт. Через десять минут. Матушка-сестрёнка, как я рад снова вас увидеть. О нет. Что с твоим глазом? Я так рада, что вы живы. Вот зараза живучая. Кстати, Ники, ты кое-что забыла. А поцеловать кое-кого? Как же я хочу убить тебя, брат. Но только в щёчку. Мог бы и сказать, не целуй его. И если я разрешил поцелуй, это не значит, что я разрешу на ней жениться. Я стану великим ниндзя. И мне не нужен будет муж. Это точно моя сестрёнка. Жалко, что теперь мы редко будем встречаться. Обними сестрёнку. А теперь иди целуй. Как скажешь, братик. Через пять минут. Лучше бы ты умер. Я не понял. Что здесь происходит? Папочка, помоги. Я не хотела. Что случилось? После рассказа. Ты ведь знаешь, что все ниндзя огня приходят живыми. Тогда я сама убью его. Я убью его. Просто помоги мне сраной и не трогай его. Прошло две недели. Эх, братик. Когда ты уже вернёшься? Ники, ты опять не надела кимоно. Братик, я скучаю. Возвращайся поскорее. Группа ниндзя вернулась. Глава. Ваш сын и его друг. Они пропали. Нам очень жаль. Мы нашли платок вашего сына. Простите. Это мы не досмотрели. Через час. Нет. Братик. Почему ты ушёл? Я... Я стану сильной и найду тебя. Через три месяца. Я должна сосредоточиться. Что тебе нужно? Я здесь случайно. Не ври. Даже если ты используешь технику, твой запах и шаги ты спрятать не можешь. Мой запах. Уходи. Ты мешаешь. Я хотел сказать, мне очень жалко, что твой брат и друг пропали. Не смей жалеть меня. Я не слабая девчонка. Даже к лучшему, что они пропали, точно не смогли вытерпеть твой характер. Забери свои слова обратно. Ветер. Но ниндзя ветра были уничтожены. А секрет их техники никто не разгадал. Надеюсь, ты станешь ниндзя. Я стану сильным ниндзя и найду брата. Шли годы. Я смогу использовать технику. Через две недели. Я смогу создать пламя. Снова они. Я что, вижу призраков? Нет. Не обращай на это внимания. Да не могу я использовать эту технику. Пламя не создается. Через два месяца. Как я это сделала? Как? Я же использовала веера огня. Я не могу использовать огонь. Но ветер... Мне же завтра на испытании. На следующий день. Ты справишься. Что это за женщина? И что это за свет? Здесь руины. Меч? Но что здесь делает меч? И почему он в таком хорошем состоянии? Меч двигается? Если это шутка, то не смешная. Чего? Ладно. Я возьму тебя. Ярко. Надеюсь, ты будешь полезен. Я знал, что ты вернешься первой. Как мама? Она все еще плачет. Понятно. Я тут меч нашла. Я нашла его в руинах. Это темный клинок. Ты ведь сама должна знать. Ты же читала тот свиток. А-а-а. Ну да. Значит, сама знаешь все ответы. Ладно. Я пойду отдыхать. В комнате, Ники. Ну и какова твоя тайна? Надо было читать свиток. Да вы издеваетесь! Снова ветер! Бесполезный клинок. Мне нужен огонь. Я не бесполезный. Ты говоришь. А если тебе что-то дают прочитать, то надо это прочитать. Я просто устала. Вот клинок и заговорил. Эй, ты хоть одежду сними, что ли? Да заткнись ты! Я хочу поспать! Ну мне просто скучно! Прошла неделя. Эй, мне скучно! Ты можешь помолчать? Не ори. Вдруг услышат. Это ты виноват. Ну орала ты. Меня это не волнует. Делаю, что хочу. Давай помогу создать пламя. Делай, как я говорю. Закрой глаза и прислушайся. А теперь открывай глаза. Тебе идет улыбка. Не смешно. Молчи. Ночью. Спокойной ночи. Через три месяца. От тебя столько шума! Кстати, меня зовут Кура. Прошу не путаться. Ты же... Ты же один из сыновей императора! Все верно. Ты на призрака похож. Я видела только раз. Но сыновья у императора милые. Спасибо. Для тебя есть предложение. Я нахожу твоих друзей. А ты помогаешь занять мне место императора. Хорошо. Но сначала мой брат и друг. Я знал, что ты согласишься. Очаровательная леди. Не получилось. Я все знаю о тебе. Это невозможно. Ты же понимаешь, что я все видел ночью. Я тебя разрежу на маленькие кусочки! Как я хотел потрогать эти волосы из Деревни Ветра. Вредина. Не трогай мои волосы. Из чего ты взял, что я из Деревни Ветра? Ты не умеешь пользоваться огнем. При взмахе клинком ты создаешь ветер. И волосы у меня не такого цвета, как у ниндзя огня. Ты так раздражаешь иногда. Через несколько лет. На месте. Снова ты лишнее болтал. Мы на месте. Нам нужно узнать хоть что-то. Главное не выдать себя. Я защищу тебя. Люди. Это мое задание. Я не должна провалиться. Ты у меня такой большой. Пора найти тебе невесту. Мне она не нужна. У тебя будет не обычная невеста, а ниндзя. Только в Деревне Огня есть девушки-ниндзя. Ого! Наши ниндзя узнали. Она очень сильная и владеет техникой ветра. Оказывается, их не всех убили. Ты же знаешь, ниндзя ветра самые сильные. Деревня Огня? Тогда не проблема взять ее. Она будет очень полезна. Ники, только тихо. Наглецы! Используй технику. Вражеские ниндзя! Это была женщина-ниндзя. А значит, Деревня Огня. Она нас слышала. Завтра мы отправляемся в Деревню Огня. У Ники. Зачем так резко? Это все из-за тебя. Молчи! Странно. За нами не гонится? Утром. Я с новостями. Отец. Земляным нужна наша самая сильная девушка-ниндзя. Не переживай. Это точно не ты. Понимаю. Ого. Ну ладно, иди. Тебя мать ждет. Спустя 15 минут. Ники, это ты? Мое дитя. Ты посетила меня. Рада видеть тебя, матушка. Она выглядит повеселее, чем вчера. Нику очень повезло с такой сестрой. Ты что-то хочешь мне рассказать? Знаешь, я давно должна была это сделать. Я должна сказать... Ты не наша дочь. Мы нашли тебя возле реки. Но кто я тогда? Только не говори, что ты до сих пор не догадалась. А вы кто и откуда здесь? Я вас знаю, но вы меня нет. Просто забудьте. Что я тебе рассказывала? А, точно. Наряд для тебя. Через несколько минут. Ты очень красивая. Оно неудобное. Так ты знаешь, как пользоваться клинком. Возьми свиток на полке. Я знаю, что ты его выкинула. И я его взяла. Я виновата, но спасибо. На следующий день. Простите. Я не думала, что у вас такая сила. Как мне все-таки нравятся твои волосы. А я из вас призрака легко сделаю. Так как ты стал частью клинка? Понимаешь, я перестарался с техникой. Это урок для вас. Я не помогу, пока не найдешь моего брата и друга. Какая ты хорошая. Прям ангел. Вы когда моего брата найдете? У тебя есть я. Стой. Это шутка. Ох, вот как. Тогда я не трону вас. Она просто зло. Ники, иди сюда. Через десять минут. Рад видеть вас. Думаю, вы уже знаете, зачем я здесь. У вас красивая дочь. Только она из деревни ветра. Где сила должна быть? В деревне земли. Отдайте ее. Или в вашей деревне не будет. Сразимся. И побежденный уйдет. Проиграешь. Я уже вижу нашего сына. Она просто девушка. Сдайся. Победитель только один. Я здесь победитель. И правда, ниндзя ветра. Она будет уклоняться? Это еще не все. Не уклоняйся. Используй немного силы земли. Поддамся. Черт. Я не успела заблокировать. Вообще-то я живой человек. И мне больно. Чего? Пыль? Это все, на что ты способен? Для меня это не проблема. Ники, я весь в земле. И он меня задел. Мне надо подлечиться. Сдайся. Я буду сражаться и без меча. Я просто заберу тебя с собой. Надо поуверенней. Пусти. Или я тебя сожгу. Не трогай ее, Хиро. Мой огонек. Куру. Сколько лет, сколько зим. Я тоже не рад тебя видеть. Ты прав. Таких как ты, только ненавидеть. Сынок императора. Куру, мой дорогой меч. Не сломай его. После рассказа. У нас был один учитель. Поэтому я знаю его. Ненавижу тебя. Я тоже. Друзьям детства надо выпить. И позабыть старые обиды. За это могу и убить. Только тронь ее. Ты, кстати, проиграл. По правилам, кто первый упадет на землю, тот и проиграл. Хоть выиграла я и нечестно, отзови своих ниндзя. Приходи ко мне в деревню. Она туда не пойдет. После того, как Куру прогнал Хиро. Не обращай на него внимания. Можешь подучить меня? Вечером. Ты неумеха. Даже ветром не умеешь пользоваться. А сам-то до сих пор не нашел моего брата и друга. Знаешь темных ниндзя? Ты очень похож на одного из их отряда. Твой брат у них. Ник умный. Он не мог оказаться у темных. Это все из-за тебя. Такой красивой и единственной. Ты единственная из сильной деревни. Хоть ниндзя ветра и сильные, но водные ниндзя победили их числом. Тот из водной деревни тоже в женихи метит. Мне не нужен муж. Как единственная девушка из деревни ветра, ты нужна каждому мужчине для наследника. Меняй условия. Теперь ты должен защищать меня от мужчин. Но я тоже мужчина. А по мне так настоящая женщина. Я тебя сейчас покалечу. Ты знаешь, где находится деревня ветра? Да, но там одни развалины. Ну, это ты как бы... Я покажу тебе ее. Но сходим через неделю. Через неделю. Ого. Это деревня, где я родилась? Часть деревни сожжена. Ты слишком много знаешь. Это пугает. Ты очень похожа на нее. Я отойду. А ты пока посмотри местность. Хорошо. Прошло 20 минут. Ого. Это дерево такое прочное. Какие люди. Будешь принадлежать высшим. Вы получили, что хотели. Да, ты справился. Свободен. Я помогу вам наладить отношения. Не нужно. Лучше себе помоги. Интересно, как она отреагирует, когда узнает, на кого ты работаешь. Она станет моей женой. Надо возрождать деревню. Почему мне больно? Да, ты прав. У Ники прошло 10 минут. Где я? Что я здесь делаю? Откуда ветер? Кора. Кто это и почему я здесь? Завтра ты станешь моей женой. Я скорее умру. Сам Кура привел тебя ко мне. И работает он на меня. Кура. Так ты предатель. Мне все равно. Я тебе и так не доверяла. Ты должна быть счастлива. Ведь я тоже из ветра. И мы возродим эту деревню еще сильнее. Ты тоже из деревни ветра? Да, он такой же, как и ты. Кура, ты ведь так и не нашел моих друзей. Пока я не увижу друзей, я буду сбегать. Я сделаю все, чтобы их увидеть. И не сделать ошибки. У нас с ним договор. Они у императорской семьи. Им уже давно промыли мозги. Они тебя и не вспомнят. Ложь! Они не могли попасться им. Ночью. Я уйду и найду их сама. Сейчас я тут останусь. Мозги и вправить можно. Куда собралась? Тебе какая разница? Гуляю. А ты не повышай на меня голос. Ты в моих глазах никто. Уйди с дороги. Я тебе помогу выбраться. И так далее. Мне не нужна помощь предателя. У тебя нет выбора. Через час в лесу. Прекрасный принц принес одеяло. А вещи он не мог принести? Тебе все равно не понять, зачем мне удобная одежда. Ты бы хоть за это спасибо сказала. Почему я должна говорить спасибо? Я тебе помогал вообще-то? Ага, помог. Я чуть не стала женой и узнала, что есть еще такой, как я. Я тебе помог. Сразимся. Давай решим спор кулаками. Ты чего вещами кидаешься в живого человека? Даже такая слабачка, как ты, не пострадает от мягкой вещи. Значит, по твоему мнению, я слабая? Я тоже умею драться. Еще настанет мое время. Не иди за мной. Что я делаю? Почему на сердце так больно? Возле деревни огня. Огонь! Мама и папа! Позже. Понравился мой подарок? Зачем? Зачем? Почему ты это сделал? Потому что, если я что-то хочу, я это получаю. Без разницы, каким путем. Ты же не хочешь, чтобы невинные страдали? Присоединяйся ко мне, и деревня ветра восстановится. Нет, я не за зло. Добро всегда побеждает зло. Ты являешься злом. А я являюсь добром. Я одолею тебя. Ты убил деревню, которая меня воспитывала. Куро, я твой хозяин. Явись! Ушел раз. Второй не уйдешь. Ты еще ответишь за деревню огня. Почему вы так быстро ушли? Ты посмотри на нее. Она нас живых хоронит. Я на тот свет еще не собиралась. Я... Я правда думала, что вы умерли. Я как ниндзя должна была понять ваш план. Как я могу умереть? Я ведь еще внучат не потискала. Теперь я точно уверена, что вы настоящие. Что это на тебе? Ты бы такое не надела. Это долгая история. Пойдемте в другое место. В другом месте после рассказа. Этот человек сжег деревню. Пусти! Он обидел мою дочку. Он смерти ищет. А когда ты любишь кого-то, то какие чувства испытываешь? Посиди тут. Мы сейчас убьем этого человека. Как его зовут? Не нужно. Она его прикрывает. Если этот мужчина сделал тебе больно, только скажи! Кто он? Скажи! Мы его допросим. Мы должны все знать о том, кто он. Это тот молодой человек, который пытался стереть мою память? Что? Она тогда притворялась? Не понял. После рассказа, кто такой Куру. Так вот, кто украл сердце моей дочери! Разве? Жду внуков. Я не буду плакать на твоих похоронах. Она еще маленькая. Ей рано. Вот блин. Тогда надо будет отправить письмо Нику, чтобы он присматривался к девушкам. Так, брат, живой? Почему он мне не сказал? Он просто стал работать на третьего принца. Не хотел тебя беспокоить. Вот ведь гад! Сестренке мог бы сказать! У Ники. Опчхи! Ты заболел? Не смей! Я еще не видел Ники. Меня вспомнила сестренка. Ники! Вернемся к Нике. В следующий раз Ник приедет с третьим принцем. Предлагаю тебе соблазнить третьего принца. Ведь он будущий император. Это не смешно. Пойдем в новую деревню огня. Прошло два дня. Давно не виделись. Какой знакомый голос. Прошло пять минут. Ники, ответь мне. Ты забыла, что между нами было? Я ведь до сих пор тебя помню. Странно, что я ничего не помню. Может быть, потому что между нами ничего не было? Что тебе нужно от меня? Ты замешана в моей игре. А еще есть вторая причина. Чего? Уходи. Не хочу смотреть на предателя. Скоро ты узнаешь, кто я. Совсем берега попутал? Пусти меня. Я не чувствую земли. Ты такая маленькая. Ты кого мелкой назвал? Ты моя маленькая. Пусти, или я тебе челюсть сломаю. Вот ведь не достаю. Маленькая злюка. Оставайся со мной. Я тебя сейчас покусаю. Иди к черту. Не трогай меня. Ты предатель. Успокойся. Ты важная фигурка в моей игре. Я пешка. Я пешка. Не хочу портить тебе настроение. Не смей появляться завтра. Вечером. Третий принц. Сегодня мы отправимся и завтра будем на месте. Хорошо. Не забудь про твою сестру. А третий принц. Вы же не сделаете больно Нике. Зачем вам такой полководец? Нет. Она будет в порядке. На следующий день. Я же сказала, чтобы он не приходил сегодня. Рад видеть тебя, сестрянка. Я на тебя обижена. Да ладно тебе. Иди обнимемся. Мы с тобой давно не виделись. Братик. Я волновалась. Хоть я и не твоя сестра. Мне все равно. Я знаю тебя и люблю, как младшую сестру. Скоро ты увидишь одного знакомого человека. У третьего принца. Я рад встретить в своей деревне столь важную персону. У вас очень красивая дочь. Когда он ее увидел? Прошло три часа. Братик. Только не говори, что у тебя нет любимой девушки. Брат Лукас и третий принц. Приветствую вас. Он спас меня. Почему рука третьего принца так знакома? Осторожно. Кинжал отравлен. Хоть и не сильным ядом. Третий принц ранен. Простите. Из-за меня вы ранены. Простите. Из-за меня вы ранены. Давай я сниму это. А теперь узнаешь? Маленькая злюка. Ты что, убил третьего принца и переоделся в него? Я настоящий третий принц. А все, что было, игра. Вот как? Мне было скучно. Извини, что вмешал в свою игру. Я всего лишь пешка. Что-то случилось? Ты улыбаешься так, как будто хочешь убить меня. Или поцеловать меня хочешь? Я ждал этого. Вполне заслуженно. Так вот, какова тайна темного клинка. Пока я играл в эту игру, я понял кое-что важное для себя. Я влюбился в тебя, маленькая злюка. Это все еще игра? Ты не устал притворяться? Ты ползучая змея в моем сердце. Оригинальное признание. Я ничего такого не говорила. А я твои слова понял, как признание. Я тоже тебя люблю. Ну, не знаю. Вдруг ты снова играешь? Я понимаю, почему ты мне не веришь. И я хочу доказать тебе свою любовь. Это не игра. Или ты хочешь в доказательство еще что-то большее, чем поцелуй? Что? Не смотри на меня так. Ладно, ты хуже змеи. Но ты в моем сердце. Спустя несколько лет. Да ладно тебе. Мы в браке давным-давно. А теперь к другим персонажам. После отказа Никки, Лукас стал превосходным полководцем. Госпожа, вам так повезло, что у вас есть человек, который вас любит. А у тебя? Хех, пока нет. Позже. Госпожа, зачем вы меня отправили сюда так поздно? Что вы тут делаете в столь поздний час? Не боитесь? Почему я должна бояться? Она не знает, кто я. Разве не все служанки считают меня и это место страшным? Вы скорее милый и красивый, чем страшный. Вы тоже красивая. У Ника появилась семья. А у кого-то прекрасно проходит старость. Только не говори, что ты не хочешь малыша. Эмм, хочу. А если вам понравилась история и озвучка, поставьте лайк под это видео и поделитесь им со своими друзьями. Спасибо. Это канал Fable. Меня зовут Артем. Со мной озвучивает Алена. До встречи. Алена.